Салют! В эфире Тингимания НЕКС, самая продвинутая программа о финансах. С вами Мурат Аспанов. Одна из важнейших целей в жизни каждого молодого человека – достичь финансовой независимости. Однако, согласно авторитетным исследованиям, молодежь сегодня мало знает о том, как правильно сберегать деньги, не говоря уже о планировании. Если есть вопросы о деятельности Национального банка и защиты прав потребителей финансовых услуг, вы всегда можете задать их посредством мобильного приложения НБК Онлайн. Мобильный ресурс НБК Онлайн доступен для устройств iOS и Android. Итак, процесс запущен! Вперед к финансовому благополучию через финансовые знания! Итак, мы видим, что наши участники уже готовы к старту. Привет, Тингиманы! Привет! И сегодня соперники в квесте. Команда Кэшбэк считает, что знает все финансовые секреты и поэтому уже лидер гонки. На Кэшбэках не зевай! Весь с нами пообежать! А команда Маржовые говорят, что они мастера в мире финансовых инноваций. Тингимания! Нэкс! Маржовые! Зэбэст! А теперь, внимание, задание командам. Популярно и креативно раскрыть тему банковские вклады. Скоро узнаем, выполнима ли миссия. Погнали! Команды отправляются каждая по своему маршруту. В первой точке назначения их ждут и первые подсказки. Сообщение, друзья. Мне кажется, скоро можно будет. Уважаемые тингиманы, во время исследования к локации изучите всю доступную информацию о видах банковских вкладах и их особенностях. Подсказку о месте проведения квеста вы получите на ваши электронные девайсы. Срочные депозиты до востребования сберегательной вклады. Виды мы знаем. Условные, правильно? Срочные. Срочные, условные. До востребования. Да. Смотрите, подсказка, ребят. Дома и стены. Это провокация. Это не какой-то банк. Сифулина. Это не на Сифулина. Сифулина Богенбай Батера. Богенбай Батера. Дома и стены помогают, да. Точно, вспомнили? Континент. Как многозначительное. Ребят, я, в принципе, поняла, какой это банк. Вообще он на... Да, он на Байхана, кажется. Команда «Моржовый» выбрала целью своего маршрута банк, в котором любит обслуживаться молодежь, поскольку там большинство операций проводится онлайн. А кэшбэк направилась в отделение ближайшего банка, надеясь таким образом обойти соперников в скорости. Сегодня банки предлагают различные виды депозитов. Но принцип всегда один. Вы открываете вклад в банки и получаете за это вознаграждение. Это вообще не лебед. Все. По тему, что им известно о депозитах в тенге и иностранной валюте. Да, пишите, поговорим с менеджером. Что, ребят, вроде бы уже подъехали, уже надо идти. Все, что есть, на месте, там дальше решим. Если делать вклад в банк, на что нужно смотреть, это на проценты, соответственно, на гарантию того, что если он закроется, и кто-то нам вернул эти деньги. Вот это госорганы, это национальный банк или что? Это казахстанский фонд гарантирования депозитов. А, то они нам вернут только ту сумму, которую мы вложили, или уже с процентами, которыми... Они вернут вам сумму вашей капитализации. Первый вопрос. На что нужно обращать внимание при заполнении контракта с банком? Срок действия вклада. Есть ли какие-либо штрафы, комиссии за досрочное закрытие вклада. Предусмотрены ли по договору не снижаемый остаток на этот вклад. Есть ли договорю пункт о частичном снятии и пополнении вклада. Сколько у вашего банка процентов, ежегодный процент? В тенге соответствует максимальной ставке КФГД. У нас эффективная ставка составляет 14%. В то время как в иностранной валюте вклад иностранных нанесет вам только 2%. Сколько раз можно пролонгировать? Это зависит от условий продукта. СМС, ребят. О, оно текстовое. Смотрите, первый такой вопрос. Является ли ваш выбранный банк участником КФГД? Угу. Какая процентная ставка на депозитах в тенге? Записываешь? Да, да, да. Давай, дальше. И процентная ставка на депозитах в иностранной валюте. Угу. Ну и, соответственно, сроки написано тут. Сроки? Да, сроки этого всего. Давай, разберем. Ну, мы ответы на все это получили, на все эти вопросы. И наша презентация по поводу депозитов. Команда «Моржовые» в своей презентации попунктно указала, на что обращать внимание при заключении договора банковского вклада и чем принципиально отличаются депозиты в тенге и иностранной валюте в том банке, где выполняла задание команда «Моржовые». Моё творение. Та-да. Команда «Кэшбэк» выяснила у менеджеров банка, является ли их организация участником системы гарантирования депозитов и даже указала в своей презентации соответствующий сайт. Узнала, что срок действия вкладов в иностранной и национальной валютах стандартный. Но при этом ставка вознаграждения по инвалютным вкладам 2%, а в тенге 14%. Итог первого квеста игры – ничья. Поэтому и команда «Моржовые», и команда «Кэшбэк» получают от ведущего первые цифры кода от сейфа игры – 25. Факт! Треть всех денег в мире хранится на счетах в швейцарских банках. Общая сумма вкладов превышает 2 триллиона долларов. Казахстанские банки тоже не отстают надежности. А все благодаря фонду гарантирования депозитов. Наша передача научит не бояться, а разбираться в финансах. И делать верный выбор. В эфире «Tingemania Next». А теперь посмотрим, по каким основным параметрам наши сограждане видят разницу между банковскими вкладами в тенге и вкладами в иностранной валюте. Что вы знаете о вкладах в иностранную валюту и в национальную валюту? Лучше, наверное, свои деньги сдержать в иностранную валюте. Хорошо. А вы как думаете? Я тоже соглашусь с другом. Держи, считаю, что необходимо хранить в национальной валюте, так как что в дальнейшем не зависит от иностранной валюте. Что вы знаете о депозитах в тенге и в иностранной валюте? В чем вы вкладывали деньги? В тенге или, допустим, в долларах? Как вы думаете, где выгоднее будет? Что вы знаете о вкладах в национальную валюту иностранную валюту? Ну, то, что валютные вклады выгоднее, чем вклады в национальной валюте. Ну, вообще у меня есть депозитный счет, я его храню в тенге. Мне кажется, это самое. Ну, надежно, да. А по поводу процента сахара, вы знаете, какая процента сахара? 14 процентов, по-моему. Лучше всего, конечно же, национально. Тем более, процента национально больше. Да, в иностранной валюте процента, по-моему, меньше, чем в национальной валюте. В любую ситуацию поддерживаем нашу валюту. Напомню, в задачи команд входило раскрыть популярно и креативно тему банковские вклады. С первой частью этой миссии они справились кто-то хуже, кто-то лучше. Ну, а теперь настало время нестандартных решений. Уважаемые команды, внимание, финальное задание. Ваша задача рассказать любому клиенту банка о пролонгации договора банковского вклада и его особенностях. Для того, чтобы получить последние цифры кода, необходимо, чтобы ваш респондент ответил верно на три моих вопроса. Все, дорогие друзья, давайте, давай. Вот, нашли, девушка, наконец-то вас нашли. Можем пройти туда, чтобы задать конкретное объяснительное? Давайте. Пролонгация – это продление договора. Остается под той же процентной ставкой, либо, если банк захочет, он может изменять ее. То есть, видите, здесь как плюсы, так и минусы. Если же банк опрокрутится, то вам уже вернут ту сумму, которую вы изначально вложили. Пролонгация именно банковских вкладов в том смысле, что, допустим, вы положили депозит на полгода, банк продлевает его, опять же таки, имеете полгода по той процентной ставке, которая установлена сейчас в банке. В банке может измениться процентная ставка. Через полгода у них скажут. Полгода держится 14%. Если процентная ставка уменьшается на 2%, то есть на последующие полгода, которые будут держаться у нас, будет уже 12% годов. Добрый день, меня зовут Мурат Аспанов. Я ведущий программы «Тингимания Некст». Добрый вечер. Очень приятно. Итак, вам необходимо ответить на три моих вопроса. Первый вопрос. Что такое пролонгация банковского вклада? Это продление на неопределенные сроки вкладов либо депозитов. Это автоматическое продление срока депозитного договора. Спасибо. Спасибо, ваш ответ понятен. Второй вопрос. Что важно иметь в виду в вопросе пролонгации банковского вклада? Необходимо посмотреть, наверное, на срок депозита. Если, допустим, депозит открыт на 12 месяцев, пролонгация, соответственно, будет еще на 12 месяцев. Ну, в условиях там могут измениться проценты обычно? Ну, допустим, то, что изменяется момент. Допустим, на момент открытия депозита у меня был процент около 14%, то потом он поменяется на 12%. Ваш ответ принят. Спасибо большое. Итак, внимание, третий вопрос. Скажите, пожалуйста, что может измениться при пролонгации договора? Тогда меняется срок и процент. Процент и срок. Совершенно верно. Процентная ставка и срок депозита. Спасибо вам большое. Вы правильно ответили на три моих вопроса. Пожалуйста, передайте командам следующие цифры. 93. Уважаемые участники, время квеста Тингемания Некс подходит к концу. У вас есть все, что нужно. Отправляйтесь к сейфу и набирайте заветный код. Та из команд, которая первая откроет сейф, найдет там вот такой вот золотой тенге. Спешите! В этой игре обе команды верно выполнили все задания и получили цифры кода от сейфа квеста. Мы сделали это. Но призовую монету сможет забрать только одна группа. Та, которая приводит к сейфу первой. Всего в этом сезоне квеста Тингемания Некст принимают участие четыре постоянные команды. По две в каждой игре. Все, давай. Зажимаешь? Да. Нет, нельзя. Ну, посмотрим. Да, да, да. Открывай, открывай. Стой, не стой! Открывай, не стой! Чем больше слитков по ходу всего сезона игр Тингемания Некст заработает команда, тем выше у нее шансы стать чемпионами и выиграть кубок Тингеманов. А еще получить специальный приз от Национального банка Казахстана. А проигравшая команда провела работу над ошибками, чтобы взять реванш в следующих играх. Ладно, в следующий раз победим. Запомните кэшбэк, мы вернемся. Итак, сегодня мы выяснили все о банковских вкладах. Как правильно подходить к открытию вклада. Чтобы выбрать банк, в котором вы откроете вклад, изучите все нюансы. И помните, что все вклады гарантируются казахстанским фондом гарантирования депозитов. Также важно знать, что если вы не побеспокоились вовремя о закрытии или пролонгации своего договора банковского вклада, банк имеет право продлить срок вклада в одностороннем порядке, изменив, например, процентную ставку. И она может быть установлена банком ниже первоначальной. Это была Fingemania Next, самая грамотная финансовая программа. С ходом игры вы можете ознакомиться в социальных сетях. Ссылки на наши странички отображены на экране. Помните, финансовые знания и грамотные вложения помогают устроить будущее. Увидимся в следующем выпуске. Салют! Салют!